Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Елена Нилаева. Смотрите выпуски. В городском округе продолжается работа по привлечению в образовательные учреждения педагогических кадров. В России продлен мораторий на проверки бизнеса. Котлас принял дивизионный этап спартакиады школьных спортивных клубов Юго-Архангельской области по мини-футболу. В городском округе продолжается работа по привлечению в образовательные учреждения педагогических кадров. В настоящее время решается вопрос о предоставлении жилья молодым учителям. Это стало одной из тем социальной комиссии собрания депутатов. Она состоялась на этой неделе. В последние годы в школах городского округа педагогов не хватает. Не секрет, что один из важных факторов для молодых специалистов при поступлении на работу – зарплата. В начале карьеры она невысокая, а потому работодатель может замотивировать сотрудника, снизив его расходы. Например, обеспечить жильем. Так, в Ичигодском некоторых начинающих педагогов разместили в доме на Ленина 51. Плюс муниципалитет оплачивает им часть коммунальных расходов. На сегодняшний день свободных помещений для расселения молодых педагогов не осталось. С просьбой выделить дополнительные квадратные метры в городское собрание депутатов обратилась директор 4-й Гагаринской школы Татьяна Евдокова. В последнее время педагогический коллектив очень сильно обновился. Очень много молодежи стало. И для того, чтобы действительно они работали в школе и получали удовольствие сохранить этих людей, которые нужны, мы пытаемся каким-то образом улучшить их условия. Сами они купить жилье не могут, поэтому мы пытаемся им помочь. Как минимум двоим необходима эта помощь в предоставлении жилья. Решение проблемы не стали откладывать в долгий ящик и обсудили на первом в этом году заседание социальной комиссии, которое прошло 24 января. Рассмотревся за и против, мы решили обратиться в первую очередь к руководству Северной железной дороги к Сальвычегодскому региону, узнав о том, что у них наверняка есть тоже служебное жилье, может быть есть пустующие квартиры, но и как-то рассмотреть вопрос о предоставлении жилья именно для молодых педагогов, которые работают на территории поселка Вычегодский. Это в доме на территории воинской части Байка. Ну и я думаю, что еще поработаем с жилищным отделом по маневренному фонду, что у нас есть, какое свободное жилье на территории города, возможно, порешаем еще в этом направлении. Будем делать все возможное для того, чтобы как-то помочь в решении этого вопроса. Письма с просьбами о содействии уже направлены адресатам. На следующей неделе должен прийти ответ. Кстати, в городе действуют и другие меры поддержки молодых педагогов, которыми те вправе воспользоваться. Например, единовременная выплата при трудоустройстве в образовательную организацию в размере 100 тысяч рублей. А в течение трех лет к зарплате молодого специалиста будут добавлять 20% от оклада. Помимо этого, работникам образовательных организаций, всем педагогическим работникам у нас оказываются следующие меры социальной поддержки. Это материальная помощь в размере должностного оклада один раз в год, выходное пособие в размере трех должностных окладов при выходе на пенсию. Это льготы по найму, содержанию, ремонту жилого помещения, оплате коммунальных услуг, оплате топлива. Это для педагогов, которые работают и проживают на территории Вачагутского административного округа. Тем не менее, даже при таком количестве мер поддержки, свободные педагогические вакансии и в Котласе, и в Ичигодском остаются. Несмотря на то, что в этом году довольно много молодых специалистов пришли в школы. 27 января для нашей страны дата особая. Это день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 872 дня ни один город в мировой истории не выдерживал столь длительной осады. Сегодня исполняется 79 лет со снятия блокады Ленинграда. В образовательных учреждениях проходят уроки, посвященные одной из самых страшных страниц нашей истории. Памятные мероприятия проходят и в учреждениях культуры. На одном из них в городском ДК побывала наша съемочная группа. В зале Дворца культуры старшеклассники, учащиеся котловских школ и студенты. Для них сегодня рассказ об одной из самых страшных страниц истории нашего государства. 8 сентября 1941 года немецкие войска отрезали город от суши. Прекратилось сухопутное сообщение Ленинграда с большой землей. Началась блокада. Блокировать Ленинград, а затем сравнять с землей. Таковы были планы захватчиков. Они рассчитывали быть в северной столице через две недели. Но Ленинград продержался 872 дня. Погибло более 600 тысяч человек. Большинство от голода. Перед котловскими школьниками документальные кадры жизни блокадного Ленинграда. Такой, какая она была. Сильные морозы, изможденные, но не сломленные люди. И очереди за кусочком блокадного хлеба. После такого экскурса – историческая игра. Задание – пройти по маршруту на каждой точке задания. Как называлась комната, которую немцы вывезли из одного из пригородов Ленинграда? Вопросы по архивным снимкам, на знание имен и географических названий. Что-то дается легко, что-то сложнее. События, свидетели которых уже почти не осталось, для молодежи – история. История, которой можно прикоснуться, прочувствовать и посопереживать. Оказалось, что более всего фактов о блокаде Ленинграда знают студенты Котловского электромеханического колледжа и ребята из третьего лицея. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Архангельской области продолжаются мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, а также начинающих предпринимателей. Бесплатный обучающий тренинг «Азбука предпринимателя» пройдет в онлайн-формате с 6 по 9 февраля. Ежегодно эти курсы проходят десятки начинающих и потенциальных предпринимателей по морям. Они получают знания и навыки по открытию своего дела, а также возможность начать свой бизнес с господдержкой. Зарегистрироваться можно, зайдя на сайт Агентства регионального развития «Вкладка мероприятия». Также идет прием заявок от Всероссийского онлайн-акселератора «Путь ремесленника» на бесплатный онлайн-курс по развитию брендов. Направление – гастрономические ремесленные проекты и художественная обработка металла. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. К участию приглашаются как начинающие, так и состоявшиеся мастера. Образовательный онлайн-курс пройдет в марте-апреле. 100 лучших ремесленников будут отобраны для индивидуальной работы с личными наставниками по направлениям «Бизнес и дизайн». Для участия в проекте необходимо до 12 февраля заполнить анкету на сайте проекта «Ремесло.дизайн». В России продлен мораторий на проверки бизнеса. Он будет действовать и в 2023 году. Мораторий распространяется на плановые проверки Роскомнадзора, Ростехнадзора, МЧС, Трудовой инспекции и других ведомств. Внеплановые проверки сохранили, но с оговорками. Контролирующие органы придут по жалобам, указанию федерального органа или прокуратуры. В отношении объектов категории чрезвычайно высокого и высокого риска, к которым относятся социальные и промышленные объекты, проверки сохраняются. Также будут проводиться профилактические визиты на предприятия. Главное отличие визитов от проверок в том, что по результатам такого мероприятия не назначаются штрафы. Это позволяет бизнесу вовремя отреагировать на изменения и не быть привлеченным к административной ответственности. К другим темам. Сегодня в детском саду «Золотой ключик» поселка Вочегодский подвели итоги муниципального этапа регионального чемпионата «Бэби Скиллз-2023». «Бэби Скиллз» – долгосрочный проект, направленный на раннюю профориентацию и выявление навыков и умений у талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста. Третий год подряд муниципальный этап чемпионата проводится на базе детского сада «Золотой ключик» в поселке Вочегодский. Его воспитанники в качестве волонтеров помогали участникам. В этот год у нас было три компетенции. Одна компетенция была новая – это дошкольное воспитание. Число участников от года к году растет. Если в тот год у нас было участников восемь, в этот год уже одиннадцать. В компетенции дошкольного воспитания приняло участие три ребенка, в кондитерском деле три воспитанника и самая большая популярная компетенция – это инструктор по физической культуре, спорту и фитнесу. Там у нас заявилось пять участников. Одним из трех призеров в компетенции инструктор по физической культуре, спорту и фитнесу стала воспитанница детского сада «Золотая рыбка» Сабина Канева. Девочка призналась, что когда вырастет, обязательно станет тренером. Я участвовала, станцевала с другими ребятами. Я очень люблю танцевать, люблю спорт и я люблю очень бегать. Инструктора по физической культуре, у них у всех есть три блока. Сначала они должны создать рассказ, рассказать о профессии, что она значит, на что направлена профессия. В дальнейшем они делают интеллектуальный блок, это раскладывают картинки. И самые два больших блока – это проведение подвижной игры и второй блок – это проведение флешмоба, чем они нас все порадовали. Абсолютными победителями в компетенциях «Ханитерское дело» и «Дошкольное воспитание» стали ребята из «Кораблика». Для Тимофея Ходина самым сложным было украшение и презентация коржа. Оригинальность чувствовалась во всем. Она звала свой кулинарный шедевр Юни-Сладкоежка «Снежные облака». Он приготовлен из битых сливок, из конфитюра, из винограда, из посыпки, из кокосовой стружки. Напарница Тимофея Юлия Медведева в свои юные годы в рамках чемпионата самостоятельно организовала с ребятами занятия по развитию речи, после чего провела мастер-класс по изготовлению книжки-малышки, чем действительно поразило жюри и всех присутствующих. Профессия воспитателя для меня значит, что уважание, умные знания и красота. Я играет с детьми, проводит с ними занятия, водит на прогулку и занимается с ними. Меня выбрали, потому что я сочиняю стихи и сказки. Все ребята справились просто на отлично, мы ими восхищались, они правда талантливы, но и только удачи. Удачи тут очень кстати, ведь победители муниципального этапа регионального чемпионата BabySkills 2023 февраля этого года представят Котлас на уровне региона. Котлас принял дивизионный этап в спартакиады школьных спортивных клубов Юго-Архангельской области по мини-футболу. Соревнования проходили 25 и 26 января в спорткомплексе «Искра». Лучшими стали команды школы-интерната номер один Котласа и Ильинской общеобразовательной школы. У них впереди областные соревнования. В первый день дивизиона спартакиады среди школьных клубов по мини-футболу на поле вышли игроки 2008-2011 годов рождения. Из Котласа, Коряжмы, Красноборска, Котласского и Берегодского округов. В мини-футболе, в отличие от классического, более простые правила. Неограниченное количество замен, мячи для игры меньше и легче. Количество игроков по пять в команде. Но вместе с тем из-за более компактного поля, более низких ворот, игра становится насыщенной и интересной. В итоге оправдала свое название команда «Звезда» из Ильинска, Берегодского района. Разгромив со счетом 3-1 соперников из Коряжмы, 23-2 команду Котласского округа и 10-1 футболистов из Красноборска. Перед командой была поставлена изначальная задача выиграть турнир. Знали своих соперников, которые здесь будут, и уже не раз, особенно с теми, которыми игра на равных была, участвовали же. И примерно знали соперников, которые города Коряжма и города Котласа. Ну а то, что выполнили тренер-установку, ребята молодцы. Звание лучшего воротаря также у гостей с Виледи. Была упорная борьба, но мы смогли выиграть. Каждую тренировку, упражнения, разные упражнения на скорость, на удар, для техники. А вот лучшим игроком турнира стал Роман Белокопытов из Коряженского клуба «Северянин», которые заняли в турнире второе место. Я не ожидал, если честно, получить лучшего игрока турнира, но мне все нравится. Мне футбол нравится, это мой вид спорта, я считаю. Второй день дивизиона выпустил на поле футболистов 2004-2008 годов рождения. Здесь лучшими оказались воспитанники школы-интерната номер один Котласа. В их команде лучший вратарь Максим Никулин. Котлашане в этот день встретились с игроками из Коряжмы, Красноборска и Котласского округа, всех оставив позади. Победители дивизиона ждут областные соревнования. Они пройдут в городе Вельске в марте. В сезон холодов, особенно у нас, на севере важно правильно питаться. Вкусные, полезные, очень качественные дальневосточные деликатесы снова в Котласе. Та самая рыба, как всегда, радует большим ассортиментом. Вся продукция, которую везут в Котлас, напрямую с Камчатки. Все в закрытых витринах, где поддерживается специальный температурный режим. Это значит, что свежесть и полезные свойства сохраняются. В ассортименте копченая рыба свежего улова. Все приготовлено только на натуральном сырье, с соблюдением всех технологий. Мы привезли вам широкий ассортимент деликатесов Камчатского края. Икру черную, осетровую, стерляди, икру красную, форели, чавычи. Большой ассортимент консервов. Более 20 видов рыб. Это у нас белорыбец, чавычи, дикая форель, мякижи, камчатки, палтус, белокоры, тунец, марлин. Дальневосточные деликатесы уже второй год радуют котлашан. Покупателям по душе эта продукция. К тому же все можно попробовать. У нас уже постоянные покупатели. Вот у нас уже с утра мы еще не успели разложиться. Уже приходят, спрашивают, кто за крабом, кто за икрой. То есть у нас вся продукция очень вкусная и полезная. Красная, она очень штука, мало соленая. И потом я беру окунь горячего копчения, горячего. Салатик так, раз, с яичками и все такое. И потом еще я беру икру, а у них-то натуральная. И главное дают попробовать. Та самая рыба Камчатского края ждет жителей Котласа только с 27 по 29 января в торговом центре «Кристалл» на цокольном этаже. Порадуйте себя и близких дальневосточными деликатесами. На сегодня это все. Смотрите новости нашего города на сайте kotlas24.ru и одноменной группе ВКонтакте. Далее реклама и прогноз погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова